Что мы наблюдаем в последнее время, да? Зеленский съездил в Давос, поговорил с президентом Швейцарии и оттуда получил как бы месседж, что нужно садиться за стол переговоров, большой делать как бы форум мира, но с участием Российской Федерации. То есть без России никак. Так, после вот этих, ну такого ужасного эпизода, конечно, там будет официально подтверждение, ну как бы идентификация личностей, да, людей, которые погибли, соболезнование всем тем, кто не дождался домой из плена и уже точно не дождется домой из плена своих родных и близких, это ужасная трагедия. Ну, такие эпизоды, они делают невозможными. То есть еще дальше, даже в формате больших конференций, усадить за стол, где много-много-много стран, а там на одном конце Украина, на другом конце Российская Федерация. Как быть и получается и это предложение, и предложение Швейцарии тоже на смарку? Ну, я не думаю, главное желание Украины вести такие переговоры. Нет никаких сомнений, что Путин, в общем, добился всех целей, которые пытался добиться в Украине. оккупированная значительная часть территории, созданная такая, знаете, точка нестабильности. Ну, вот как в Грузии, ему не нужна вся Грузия. Достаточно часть территории, через которую он влияет на Грузию. Грузия вернулась в состояние колонии России, благодаря Иванишвили, благодаря вот этой партии «Грузинская мечта». В Молдове Путину не нужно, вся территория достаточно, Приднестровье. В Сирии то же самое, ну, во многих других местах. Это специфика спецслужб, они создают такие точки нестабильности в разных местах, и через них влияют на международные процессы, на внутренние процессы в государстве. Вот. Украина сейчас заинтересована в том, чтобы остановить войну, во всяком случае, до момента прихода в США, в администрацию республиканцев, которые радикально изменят ситуацию, вот, по сравнению с демократической партией, которая, конечно, играет нечестную игру с Украиной. Вот. Но Путин, для Путина это теперь уже не очень выгодно, потому что у него сужается окно возможностей. Все, что он может сделать, это вот до прихода республиканской администрации в США. И мы знаем, есть прогнозы очень неблагоприятные для Украины о том, что может быть оккупирован там и Харьков, и Киев. Может быть, и не будет оккупирован, но в любом случае попытки такие могут быть, и это значит еще десятки жизней защитников Украины. Вот. Переговоры нужны, я об этом говорю давно, вот. И, ну, Украине нужно думать о сохранении государственности, о сохранении своих граждан, потому что в противном случае, если эти переговоры не вести, речь может пойти о захвате всей Украины. Понимаете, такой вариант тоже исключать нельзя или значительной части Украины. Вот. Переговоры сегодня крайне необходимы Украине, и формат, скажем, с использованием посредников Швейцарии, прекрасный формат, его надо использовать, формат с посредниками, там, демократическая партия США, которая находится в договоренных отношениях с Путиным, в чем нет сомнений. Конечно, на этом надо наставить. Вы знаете, не дорабатывает, очень серьезно не дорабатывает дипломатический корпус. Я не знаю, с чем это связано, но ошибок катастрофически много. Голосовать вместе с Ираном и Россией против союзника Израиля, обвиняя по существу его в военных преступлениях, ну, понимаете, это даже провокацией назвать нельзя. Это какой-то, ну, такой за пределами добра и зла поступок, поведение. Но это сделано дипломатами Украины. Ну, кстати, по поводу Израиля и Ближнего Востока, туда отправился Кэмерон. Ранее Сунок заявлял, что удары Британии продолжатся. Вот Кэмерон будет как бы разруливать ситуацию. А Хамас и Израиль объявили о перемирии. Вроде как объявили. Хотя там до этого вроде как появлялась информация, что Хамас отверг это перемирие. Как вам кажется, эта пауза в войне на Ближнем Востоке между Израилем и Хамас, чем обернется для ситуации в регионе, ну, и в целом, да, для вообще как бы других театров большого противостояния? Ну, это серьёзный вопрос. Понимаете, Израиль подвергся, ну, по существу, шантажу со стороны демократической администрации США. Госсекретарь Блинкен потребовал немедленно остановить военные действия, заключить перемирие, ну, это шантаж, понимаете? При том, что работа главная по ликвидации Хамаса, инфраструктуры Хамаса, она не доделана. Но Израиль пошёл на уступки, потому что там же было и не только внешнее давление, но и внутреннее очень сильное давление, опять те силы, которые поддерживают вот Верховный суд Израиля, поднимают голову, опять противостояние, опять начинается финансирование этого внутреннего противостояния. И я думаю, что Натаньяху просто вынуждены идти на компромисс, компромисс не с Хамасом, компромисс с администрацией США, которая проводит вот эту политику поддержки терроризма по существу. Вот. Я думаю, это временное соглашение, к счастью. Надеюсь, что в США к власти придёт Трамп, и ликвидация терроризма продолжится, ну и успокоение, конечно, вот этого региона, потому что микроскопические, так сказать, изменения в ситуации на Ближнем Востоке приводят к существенным изменениям во внешней политике, там и Соединённых Штатов, и других государств. Вот. Но мы с вами знаем, что сразу после прихода к власти демократической администрации Джо Байдена началась вот эта серия, которую можно квалифицировать как мировую войну. Это политические ошибки, недоработки или осознанные преступные действия демократической администрации. Ну, это уже ясно даже гражданам Соединённых Штатов, к счастью. По поводу Соединённых Штатов Америки Трамп, как паровоз, собственно, идёт по праймерис со своими оппонентами, Десантис снялся в пользу Трампа, Хейли, ну, в Нью-Гэмшире, конечно, дала бой, да, там, разрыв не такой, но в Айове там в одну калитку. Трамп, вот что несёт в контексте главного, да, противостояния России и Украины, потому что у меня на канале, кстати, на этой неделе высказывалось даже такое мнение каким-то из экспертов, что вот до момента прихода Трампа, да, вот вся эта, как бы, авантюра должна закончиться с точки зрения войны. Вы разделяете это мнение? А третье, в Украине продолжается пропагандистская кампания про демократической партии, против Трампа. Такая яркая, очевидная, там участвуют фонды Сороса, участвует сама демократическая партия. Но вот тот важный, самый важный факт о том, что демократическая администрация Джо Байден находится в договорных отношениях с Путиным, о том, что главное препятствие для победы Украины – это отсутствие помощи со стороны США и сдерживание помощи от других союзников. Это же началось просто в первую, до войны даже, когда США, НАТО выразили протест, запрет на подставки из Великобритании противотанковых систем, когда Польша, которая предоставляла танки, ей было отказано в компенсационных действиях со стороны НАТО, США. Байден играет на стороне Путина. Это ясно, понимаете. И вот та микроскопическая помощь и запреты, постоянные запреты использовать, полноценно использовать оружие, даже то, которое предоставляется. Уж не говорю о том, что использовать разведывательные данные, даже это запрещается украинским военным. Но вот этот период заканчивается, к счастью, и к власти в США придет демократическая администрация, которая, то есть республиканская, которая традиционно поддерживает вот эту американскую систему ценностей, и поддерживает демократические режимы, противостоит авторитарным режимам. Я не могу утверждать, что Трамп начнет войну с Путиным за ценности, Украина за Украину. Но в любом случае вот эта двойственная, неискренняя позиция, она прекратится, то, что демонстрировала демократическая администрация, очень отсталая позиция офиса президента Зеленского. Меня это серьезно печалит. Они продолжают верить этой демократической администрации. Зеленский говорит, продолжает говорить о том, что он надеется на США. Ну, понимаете, это же продолжение защиты своей позиции, ошибочной позиции. Вот я об этом говорю просто с первого дня войны. США предают Украину. Ну, вот, демократическая администрация. Вот, и Зеленский говорит, нет, нет. Повторяют все эти установки демократической администрации в ООН. Вместо того, чтобы говорить о помощи Украине, он говорил о глобальном потеплении. Ну, главная проблема, вроде бы, для Украины – война, а не глобальное потепление. То, что он говорил в Давосе, тоже, понимаете, идти в фарватере социалистов – это ошибка. Это не преступление, но это очень серьезная ошибка, которая для Украины стоит десятки тысяч жизней лучших защитников Украины. Понимаете, это все очень печально, но так бывает, что ошибки, политические ошибки, наносят больший ущерб, чем преступление. Ну, вот, та же самая, о чем я говорю с самого начала – борьба с агентурной сетью. Но она проявляется в самых разных неожиданных местах. И вот сбитие этого самолета с пленными, да, и с этим Гонсало, Лира. У меня нет сомнений, что здесь поработала спецслужба российская, ФСБ, вероятнее всего, у которой огромная агентурная сеть в Украине. Но существенной борьбы радикальной в Украине, с вот как это было в Грузии, понимаете, где была агентурная сеть ликвидирована до нуля. Понимаете, вот такого в Украине пока нету. Ну, это печально. По поводу этого еще один уточняющий вопрос. Константин Натанович, а ожидают ли волнение Украину после этого инцидента в небе над Белгородской областью? Потому что, ну как ни крути, все-таки летели украинские военнопленные, летели как бы на обмен. День обмена официально подтвердили в ГУР. Они, правда, не подтвердили еще там, ну, на момент нашего разговора еще там конкретики, да, там, тела, там, вот эта идентификация. Но ведь это же как бы повод украинцам задать серьезные вопросы власти. Ну, проблема не только с самолетом. Ну, вот я делаю интервью с блогерами украинскими. Я понимаю, что доверие президенту Зеленскому очень серьезно падает. И связано это с самыми разными многими причинами. Ну, есть какая-то объективная причина, там, неуспех Украины в военных действиях. Вторая причина связана с проблемами мобилизационными. Их много, этих причин. Самолет с военнопленными – просто одна из причин. И я вижу, что администрация президента Зеленского, сам президент Зеленский, недостаточно гибок. Понимаете, вот, когда стало ясно, что протесты будут, протесты растут, ну, вот какая реакция? Ну, адаптироваться надо, меняться, надо, там, объяснять свою позицию, надо совершенствовать структуру управления. А реакция была, что Россия готовит спецоперацию, Майдан, проплачено 1,4 миллиарда долларов. То есть только посмейте выступить против президента Зеленского, тут же получите там по полной программе. Ну, это, знаете, это политика страусиная, закапывание собственной головы в песок, нежелание видеть объективную реальность. Очень опасно. Я поддерживаю президента Зеленского и боролся за него, вот, весь период, там, избрания и после этого. Но количество ошибок, оно катастрофично просто. И наступает момент, когда президенту Зеленскому ничего не поможет. И многие эксперты уже говорят о том, что Украине предписан, так сказать, новый президент. И я очень боюсь, что повторится, знаете, ситуация, как в Грузии. Путин не добился серьезных результатов военными действиями в 2008 году. Но позже, с помощью предателей Грузии, с помощью огромных денег, миллиардов, он сменил власть в Грузии. Пришли вот эти мечтатели, партия грузинской мечты, ну, фактически ставленники России. И Грузия превратилась опять в колонию России, но уже вот таким, ну, мирным путем. То же самое может произойти в Украине. И это будет результатом ошибок Зеленского. И это очень печально. Там, Медведчук или Янукович, получили Порошенко во главе Украины, и опять договорняк с Россией. То есть, ну, превращение Украины в колонию очень опасно. Спасибо. Продолжение следует...